Гидропарк Топельче. Вообще сейчас два названия этого места. Топельче это в честь какого-то небольшого поселения, которое здесь было в древние времена, но потом кто-то из ученых решил, что Топельче это не самое древнее название, а вот Сопельче это или Сопельче, или Сопельче не знаю как правильное ударение ставить, что это еще более древнее поселение, но даже сейчас идут определенные разногласия среди местных жителей, многим не нравится это переименование, поэтому скажем так это ставим обсуждение этого вопроса ставим пабликом, ну а для рядового туриста, не жителей Тернополя есть два названия, но просто гидропарк Тернополь здесь один. Есть здесь на территории гидропарка небольшой зверинец, но в момент посещения он как бы бесплатный, но поэтому он был закрыт. Как видим тут есть олени, лани, гуси, козы, ну скажем так можно просто обойти по периметру его со всех сторон так посмотрите это доступно, но вход в центральную часть этой зверинца почему-то был закрыт, никаких объявлений еще не было, просто висел большой залог. Поэтому, ну как я думаю бесплатный сыр бывает только в мышеловке, если бы он был хоть какой-то платный, ну тогда администрация была бы заинтересована привлечение посетителей. Ну, парк сам довольно-таки облагороженный, проложены очень такие современные дорожки, лавочки, очень много озер искусственных, к примеру, здесь я так думаю летом лодки или катамараны, на которых можно поплавать, там есть вдали искусственный остров, на котором макет казацкой крепости для детей, развлечения, куча каких-то таких речушек, небольших, с мосточкой, с мусками, да, типа как Тернопольская Венеция, можно ее так назвать, то есть очень прекрасное, прекрасное место для отдыха от Гидропарка Тернополя.